В руках молодого поколения будущее страны, и оно должно сохранить Беларусь. Об этом заявил президент во время встречи с пионерским активом. Повод более чем приятный и торжественный. Сто лет пионерскому движению. Вековой юбилей, ностальгический праздник всего старшего поколения. Многие взрослые до сих пор помнят тот день, когда произносили священную клятву «Всегда готов». Среди них и глава государства, как он сам признался. Александр Лукашенко обратил внимание, что нигде на постсоветском пространстве не сохранили пионерские организации. А продолжение истории октября – это и вовсе личная инициатива президента. Ведь так воспитывают настоящих патриотов. Ребята приобщаются к истории родной страны, участвуют в военно-патриотических акциях, наполняют жизнь добрыми делами, помогая другим. Они лучшие в учебе, активны и инициативны. В этом и есть суть пионерии – быть лидером, примером для других, делать мир вокруг лучше. Это те идеалы, которые близки президенту. Я, например, был и октябренком, и пионером. И вообще считаю, что мои детские и, как говорят, юношеские годы, они пришлись на самый расцвет пионерского движения. Пионерия, октября, так и комсомольцы – это было самое-самое время. Во-первых, после войны уже прошло достаточно времени, больше 10 лет. Поэтому еще наше поколение помнило, что такое война. Из рассказов наших родителей. Много мы фильмов тогда смотрели. Вообще, кинопрокат был полностью заполонен фильмами о Великой Отечественной войне. Не только такие, но прежде всего эти фильмы. Поэтому патриотизм был определенный. И стать пионером. Я даже помню, когда мне вручали пионерские галстук красный. И учили завязывать узел. Ну вот правильный узел я смотрю, у всех завязано правильно. Я помню, когда я сам выглаживал этот пионерский галстук. И мы очень редко, я даже не помню, что такой случай был, чтобы я пришел в школу без галстука. Я вспоминаю свои вот эти годы пионерские. Это были самые счастливые годы. Почему счастливые? Потому что они беззаботные. Спорт был в жизни с первого до последнего дня, с утра до вечера. Если ты был свободен от работы. В сельском хозяйстве, ну в деревне работы было много. И обязательно помощь старшим. Стариков мы не забывали. После войны их было очень много. И раненых, и одноногих, и одноруких. И нужно было помогать. Поэтому мы, малыши, старшим помогали всегда, вот, пришедшим с войны. И вообще уважение к старшим было потрясающее. Сегодня во Дворце независимости говорили о любви к родине, подвиге и чувстве гражданской ответственности. Беседа получилась максимально непринужденной. Ребята смогли задать вопросы, к примеру, как стать лидером, и воспользовались уникальной возможностью, чтобы высказать свои идеи и предложить проекты для реализации. От мобильных приложений до собственной телевизионной передачи.